Кулинарная Академия Дженни и Реза Сегодня к нам в Академию придут шестеро новичков, утверждающих, что не умеют готовить. Одна из техник, внушающих им страх, это техника приготовления соусов и эмульсий. Но бояться этого не стоит. Минимум ингредиентов и капли терпения гарант создания бесподобных блюд. И начать лучше всего с соуса бешамель. Все, что нужно, это сливочное масло и мука. К ним останется добавить теплое молоко, щепотку соли и перца, и готово. Добавьте сыр грюер и пармезан, и получится соус для рыбы. А чайная ложка горчицы – залог вкуснейшего соуса для стейка. Эмульсий готовят смешиванием двух жидкостей, которые обычно не смешивают, например, масло и уксус. Благодаря встряхиванию или взбиванию образуется база или основа соуса, в который можно добавить любые ароматные ингредиенты на ваш вкус – чили, чеснок, мед, зелень, специи или горчицу. Эмульсии используют для салатов, а также в качестве маринада. Сегодня ученики нашей кулинарной академии научатся готовить соусы и эмульсии, и поймут, что в этом нет ничего сложного. Сегодня в академии мы поделимся секретами приготовления нежнейших соусов и простой глазури. Паста с курицей в сливочном соусе с зеленым перцем, горошком. А также в меню сливочный голландес, поверх яйца пашот и стеблей спаржи. Он идеально подойдет к парашюту с сыром бри в мармеладной глазури. А вот и они. Сегодня будем учиться готовить соусы. Некоторые из них довольно сложные, но специально для вас мы подготовили самые простые и быстрые. А именно, классические голландес с яйцом пашот, а также тольяттелле со сливочным соусом из сыра фета и зеленым перцем горошком. Я тут же подумала, боже, такое мы никогда в жизни не приготовим. Сначала поставим воду для пасты и займемся соусом. А тебя я попрошу нарезать лук-порей. Спасибо. Вперед. Ты же знаешь, как я люблю работать. Я использую лук-порей вместо репчатого лука, потому что он имеет более нежный аромат. Во время жарки он тает и приобретает мягкий сливочный вкус. Я никогда не пробовала лук-порей. А если вижу его в салате, то просто не трогаю. И, честно говоря, сомневаюсь, что он подойдет для пасты. Ты нарезаешь лук мелко, а я чуть покрупнее. Чтобы сливочное масло при жарке не сгорело, к нему мы добавляем оливковое. Совсем немного. Сначала кладем крупные куски. Эти обжарятся быстрее. Да. А я пока попрошу тебя покрошить чеснок. Разумеется. Нежно и аккуратно. Не слишком крупно. Сначала мы разбиваем его, а затем режем. Чем мельче кусочки, тем более ароматным получится блюдо. И немного чеснока я добавлю в конце, чтобы аромат был особенно насыщенным. Отлично. Высыпай в сковороду. Чувствуете? Аромат уже пошел. Просто божественно. Отлично. Как только лук станет прозрачным, мы добавляем сливочное масло. Какой запах. Да, а сливочное масло образует нежную глазурь. Совершенно верно. Итак, несколько кусков сливочного масла мы кладем прямо сейчас, а несколько оставляем на потом, чтобы добавить в соус в самом конце, для придания ему нежной, бархатистой текстуры. Примерно столько. Достаточно. Смотрите, оно тут же растворяется, образуя сливочную эмульсию. Да. Добавим немного соли, чтобы выпустить жидкость и усилить аромат приправ. Солей совсем немного, потому что жидкость выпарится, а готовить мы будем сыром фета, который уже достаточно соленый. Так что пока больше соли добавлять не нужно. Итак, лук стал мягким и сливочным. Вода для пасты уже закипела. Сколько отварим? Три гнезда? Да. Немного убавляем огонь, чтобы масло не сгорело, а лук потихоньку продолжал готовиться. Дальше добавляем курицу, которую нужно нарезать... Ровными кусками. Совершенно верно. Нарезаем на небольшие одинаковые кусочки, чтобы все наши ингредиенты приготовились одновременно. Кусочки примерно вот такого размера. Реза, будь добр. Дойди, пожалуйста, до холодильника. Разумеется. Спасибо. Я уже все подготовила. Нам нужны небольшие кусочки, которые удобно сразу же класть в рот. Спасибо, Реза. Выкладываем на сковороду. Перемешиваем. Вот так. А зачем вы добавили в воду соль? Чтобы паста впитала в себя все ароматы. И, кстати, важный момент. Я никогда не добавляю масла, иначе соус просто отойдет от пасты. Да, это очень важно. Соус должен буквально прилипнуть к пасте. Кстати, в некоторых сортак пасты, например, в рифленых пенне, соус буквально затекает внутрь. Так что в любой пасте всегда есть соус. Да, это факт. В подсоленную воду бросаем зеленый перец горошком. Обожаю его. Да, согласна, он очень вкусный. Тем временем, курица почти готова. Серединка еще немного розовая. Именно на этом этапе пора добавлять сливки. Сливки поглощают в себя ароматы всех ингредиентов блюда. Кипение прекращается. Огонь уменьшаем, иначе курица приготовится слишком быстро и станет сухой. Ждем, когда соус начнет прилипать к ложке. А сейчас, хотя в соусе уже есть зеленый перец, я добавляю немного белого перца. Это два абсолютно разных аромата. Совсем чуть-чуть. Затем берем сыр фету. Благодаря ему соус немного загустеет. Разламываем фету на кусочки. Как видите, соус сразу же начинает увариваться. И тут же выключаем огонь. Если курица еще не готова, мы просто искупаем ее в ванне из соуса. Да-да, именно. Прекрасное сравнение. В ванны для курицы. Теперь добавим свежие ароматные травы. Свежий базилик и петрушку. Крупно нарезаем, позже перемешаем, чтобы они также впитались в соус. Передайте нож, мистер Мохаммед. Спасибо, Реза. Быстренько нарезаем петрушку. Высыпаем в соус. И теперь кладем базилик. Проведем сеанс массажа. Берем в руку базилик. Нежно сжимаем, чтобы он выпустил свои ароматные масла. После чего быстро и крупно нарезаем. Вот так. И сразу же высыпаем соус. Дарим ему еще одну порцию аромата. Раньше я думала, что фито добавляют только в салат. А оказывается, с ним можно готовить и соус. Здорово. Похоже на жирные сливки. Совершенно верно. И главное, наш соус готов? Вы удивлены? Да уж. А вы готовы? Я дам вам попробовать. И вы начнете готовить сами. Выглядит просто божественно. Паста. Соус. Так. Натираем пармезан. Смотрите. И сверху кладем еще капельку соуса. Очень просто и очень быстро. Справитесь? Да. С чего начинаем? Ставим воду. Она должна закипеть. За работу. Сначала обжариваем курицу. Не забудьте про чеснок. Я прошу вас. Помните? Аль денте. Как я понимаю, термин аль денте, это означает, паста не переварена. То есть она должна быть мягкая, но в то же время, когда ее жуешь, должна чувствоваться легкая жесткость. Да, именно так. Соли чуть-чуть, да? Да, буквально щепотку. Продолжайте мешать и помните о приправах. Не забудьте приправить курицу щепоткой соли и перца. Только не переперчите. Теперь соль? Да. Клинт очень здорово помог мне с этим блюдом. Готовить с ним было весело. Интересно, почему? Так, теперь добавляем фету. Молодец. Как вы учили. Приятно слышать. Когда мы сжимаем зелень, она начинает выпускать аромат. Я думаю, уже можно пробовать. Давайте. Я ощутил приятный сливочный вкус, а также яркий аромат свежей зелени. Проверим пасту. Цвет прозрачный, это значит, она еще не готова. Наше блюдо получилось таким сливочным, что мне сразу же захотелось его съесть. Шикарный сливочный соус. Дженни и Реза умеют дарить прекрасное настроение. Должен сказать, это блюдо просто фантастика. Просто взрыв ароматов. Я думаю, что все дело в сливках или фете. Это потрясающе. Блюдо полной жизни. Эти ароматы в прямом смысле меня оживили. Ребята, вы прекрасно справились. Все благодаря вам. Это точно. Широкая паста тольятелле идеально подходит для этого блюда с густым сливочным соусом, который благодаря деглазированию сковороды пропитывается нежным ароматом курицы. И не торопитесь, соус должен спокойно загустеть на медленном огне. Далее. Классический соус с ярким дополнением. Яйца пашот со сливочным голландезом. А также английские маффины с прошутто и бри в мармеладной глазури. Сегодня в Академии мы учимся основам приготовления сливочных соусов. Первым блюдом была паста тольятелле с соусом из курицы и зеленым перцем-горошком. Далее. Классический соус голландез, подаваемый поверх яйца пашот и ароматной спаржи. А в доказательство того, что готовка это вовсе несложна, закуска из сыра бри и прошутто с мармеладной глазурью. Всем привет! Я вижу, что все довольны первым блюдом от Дженни. Верно? Да. Теперь я покажу вам кое-что очень простое. Один из соусов, который многие даже не берутся делать, потому что не уверены, получится или нет. Это мать всех соусов, голландез. Он меня пугает, потому что я никогда его не готовил и не пробовал. Дженни, будь добра, растопи, пожалуйста, сливочное масло. Нам нужно избавиться от молочного белка. В топленом масле образуется белок, который мы просто уберем ложкой. Вот так. Да, хорошо. Итак, пока Дженни растопливает масло, мы займемся яйцами. Берем три яйца, но использовать будем только желтки. Разбиваем яйца по очереди и аккуратно отделяем белки от желтков. Примерно вот так. И тут начинается магия. Прекрасно. Смотрите, от масла отделяется жир. Мы зачерпываем его ложкой и сливаем в банку. Отлично. Мы с тобой как будто делаем майонез. Далее нам нужно добавить лимонный сок. Совсем чуть-чуть. Выжимаем сок. Половинки лимона. А затем немного воды. Одну-две столовых ложки. Больше не нужно. Вода нужна для того, чтобы наш соус получился сливочным, но в то же время легким, каким традиционный голландес и должен быть. Тут же взбиваем венчиком. Благодаря взбиванию в желтках образуются пузырьки воздуха. И когда мы добавим к ним сливочное масло, оно впитается в эти пузырьки. Да. Готовый соус должен быть пышным. Увеличится в объеме раза в два. Реза. Я вижу, ты взбиваешь желтки над кипящей водой. Да, желтки должны находиться над закипающей водой, над паром. Почему? Потому что пар косвенно подогревает яйца, в результате чего они приподнимаются в объеме. Видите, какая должна быть тягучая консистенция. Теперь кастрюлю с водой мы убираем с огня. Но чтобы сохранить жар, мы накроем кастрюлю тряпкой или полотенцем и сверху поставим миску со взбитыми желтками. В результате пар будет продолжать выделяться, и соус останется теплым, пока мы будем взбивать желтки. Затем начинаем медленно вливать в желтки наше топленое масло. Очень медленно. При этом очень важно не прекращать взбивание. Влей, пожалуйста, масло. Это примерно как готовить майонез. Если вдруг соус загустеет и станет похож на майонез, его всегда можно разбавить горячей водой. Теперь специи. Немного соли. Чили. Чили. Щепотка каенского перца для более яркого вкуса. Да, для остроты. Точно. И теперь можно выжать лимонный сок. Будь добра. Несколько капель. Так. Да. И соус готов. Только посмотрите. Теперь я покажу вам, с чем можно подавать соус голландес. Чтобы создать небольшой контраст, мы приготовим яйца пашот. Для этого разбиваем яйцо в чашку или небольшой ковшик, после чего даем ему плавно соскользнуть прямо в закипающую воду. Вот так. Аккуратно, чтобы белок не разлетелся по всей сковороде. А затем... Поливаем водой. Поливаем горячей водой. И видите, как яйцо уже медленно начинает коагулировать. Должна признаться, меня весь этот процесс напугал. И особенно его термины. Эмульсировать, коагулировать. Готовим яйца очень деликатным образом. И в то же время очень простым. Здесь нет абсолютно ничего сложного. Я буду счастлива, если ты сервируешь блюда. Я как раз собираюсь, дорогая. Берем несколько стручков только что отваренной спаржи. Отлично. Немного соуса. Далее яйцом. И сверху соус. Можно? Конечно. Ты тоже. Попробуй. Да, да. Прекрасно. Ну что, даже хотите? Идите и приготовьте. Сами. Растопить масло и убрать с поверхности лишние молочные белки. Так, пойдет? Бери венчик. Отлично. Видите, как отделяется пена? Я всегда боюсь готовить соусы. Даже взбивание венчиком для него – это целая миссия. Но я ее выполнил. А я убрал белки. Так что да, это непросто. Как рука? Скорее, плечо. Пришлось поработать руками. Даже плечо заболело. Мне все очень понравилось. Острота, каенский перец, цедра лимона. Я думаю, что теперь это мой любимый соус. Я уверен в этом. Медленно, по одной капле. Масло должно эмульсировать. Видите? Это один из самых сложных соусов. Теперь ты с ним знаком. Я всегда мечтал приготовить яйцо пашот. Аккуратно. Дай ему медленно соскользнуть в воду. Давай, давай, давай. Не бойся. Так. Отлично. У нас все получилось. Причем идеально. Потрясающе. Вы молодцы. Теперь я больше никогда не буду бояться блюда, не попробовав его приготовить. Впервые у меня что-то получилось. Осталось его съесть. Правда? Или другие съедят? Я решила, что буду готовить больше, а он может отдохнуть. Я больше не боюсь пробовать новое. Академия подарила нам вдохновение. Секрет идеального яйца пашот в свежести. Используйте только самые свежие яйца. Чем они старше, тем шире рассеется белок. При этом вода не должна кипеть. Чтобы яйцо приготовилось равномерно, поливайте его сверху кипятком. А теперь мы докажем, что вкусные блюда не значат сложные. Английские маффины с бри, панчеттой и мармеладной глазурью. Намажьте маффины маслом и обжарьте на теплой сковороде. После образования корочки с одной стороны снимите маффины и положите на них бри, прошутто и апельсиновый мармелад. После чего поставьте в духовку. Когда сыр начнет пузыриться, а мармелад шипеть, вытащите маффины и сверху украсьте руколой. Должна сказать, это самый прекрасный голландес, приготовленный новичками. Это правда. У нас был хороший учитель. Яйца я приготовила идеально. Сама технология для меня была в новинку, но я справилась и горжусь собой. Я тоже тобой горжусь. Боже правый, это же само совершенство. Мягко и сочно. И очень сексуально. Эти яйца в прямом смысле дрожат от восторга. Очаровательно. Сегодня на кухне я обрел еще больше уверенности. Чем больше пробуешь, тем лучше получается. Каждый голландес на этом столе великолепен. Да. На этой ноте поднимаем бокалы. За успех. Ура. Надеюсь, вы будете пользоваться этими рецептами. Соус голландес подходит буквально ко всему. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.